Из папье-маше и керамики. Они главные герои Нового года. Какими были Деда Мороза и Снегурочки у разных поколений? Окунемся в историю и узнаем вместе. В бороде этого старца живет вьюга. Он сковывает льдом реки и щедро наряжает лес в серебро. Дед Мороз – могучий русский языческий бог. Его задабривали и просили не губить урожай. Он мог наказать за плохие поступки и помочь в трудный момент. Такой наставник для детей и волшебник появился в 1840 году у Адоевского в сказке «Мороз Иванович». К началу 20 века сформировался образ главного любимца детворы – Деда Мороза с елкой и подарками. Однако после революции и установления советской власти Дед Мороз со всеми рождественскими традициями подвергся гонениям. И вернулся к детям благодаря Сталину лишь в канун 1936 года на первую в СССР официальную новогоднюю елку. Долгополы, шубы, боярские шапки и посох – классический образ Деда Мороза. Рожденные в СССР хорошо помнят героя своего детства. Свата борода была, он был такой полый внутри, можно было руку туда засунуть. С красным носом, белый и, по-моему, какая-то тканевая у него одежда была. Были сделаны из папье-маше. Дед Мороз был белый, красная полоса, белая шляпа, красненькая наверху. Покрытые клеем разноцветным карандаш. Оттачивали зерно карандаша разноцветное, наложили в клей и красили. Вот они, те самые волшебники из 50-х с белоснежной ватной бородой, сделанные из папье-маше в бело-сине-красных шубах, с национальным орнаментом, подарками и даже советским шампанским. В историческом музее на новой выставке новогодних игрушек можно проследить эволюцию Деда Мороза. Они напоминают нам сказку Морозка и старые добрые мультфильмы в компании лесных зверушек. Когда-то Деды Морозы были именно такие, мягкие, и быстро рвались, поэтому мало у кого сохранились. В 50-е, в 60-е эти фигуры делали из спрессованных опилок. Вот такой Дед Мороз сохранился в моей семье, но этот из коллекции. С 70-е годы наладилось массовое производство пластмассовых изделий и в том числе пластмассовых игрушек. Эти игрушки примечательны тем, что их нужно было раскрашивать. А такие яркие пластмассовые Деда Морозы – настоящие подарки для конфет. Дети 80-х отлично помнят их вкус. Проследить образ волшебника можно и по советским открыткам. Он воплощение идеологии и активист. И в БАМ строит, и в космос летит, и на ЭВМ работает. Если у Деда Мороза есть немало зарубежных двойников, Санта-Клаус, Святой Николай, то его верная помощница Снегурочка уникальна и существует только у нас. В русском фольклоре она девочка из снега, снежевиночка, которая жила. Знаменитая пьеса Островского 1873 года «Снегурочка, дочь Деда Мороза и весны красны», которую погубил бог солнца Ирила, когда ее сердце разгорелось огнем любви. Интересно, что общественным персонажем «Снегурочка» стала только в 1937 году на елке в Московском Доме Союзов. До этого Дед Мороз поздравлял всех в одиночку. В новой версии она стала внучкой и помогала дедушке вершить добрые дела. На выставке также можно найти зимних принцесс из ваты, ткани, пластмассы родом из разных годов. Но хрупкий нежный образ в бело-голубых тонах – классика жанра. Русский сарафан Васнецова, шубка или кафтан с меховой опушкой, боярская шапка или нарядный кокошник, рукавица или муфточка, дресс-код «Снегурочки». Здесь вы видите скромненькую, ватную и тканевую «Снегурочку» 80-го года. И вот уже более современная, похоже на Барби, в красивом платье с кокошником блестящим. Вот так мода менялась. И хоть сегодня технологии позволяют создавать новогодних героев в любом формате из качественных материалов, все же трогательные образы «Снегурочки» и «Дедушки Мороза» останутся в сердцах и памяти многих поколений. Сегодня «Снегурки» часто напоминают красивых кукол и даже принимают форму санты. А ведь образ – овень волшебством и традицией. Но каждому поколению свои поклонники. Сейчас покрасивее, я думаю. Более интересное, более дизайн может быть интересный. Но те милее сердцу, те, конечно, будут жить с нами и дальше. Мне, конечно, нравятся те игрушки, потому что тогда не было таких возможностей индустриальных, и в них была вложена душа. А сегодняшние – они штамповки, понимаете? «Дедушки Мороз» и «Снегурочка» – они добрее, они более настоящие, и там русская душа была вложена. Анастасия Макеева, Дмитрий Травин, Владимир Слиш – специально для студии.